представьте себе что вы кладете doom etional и серьезного сэма в довольно маленький мешок тогда вы упакуете еще один снимок дэдпула и смешаете с ним азиатскую фэнтезийную сеттинг теперь закрой мешок и еще пару раз сильно ударь себя по виску и примерно так вы можете представить себе опыт shadow warrior 3 стрелок который настолько увлечен тем чтобы стряхнуть своего предшественника что разработчики при этом немного стреляют по цели все это не имеет ничего общего shadow warrior 2 будь то добыча или случайные уровни область концентратора или побочные квесты обновление или огромный выбор оружия практически ничего из этого вы не найдете в shadow warrior 3 вместо этого вас ждет красочный перевернутый и безумно быстрый шутер который чрезмерно опирается надумать онл в shadow warrior 3 вы снова играете большого серийного героя лована который развязал дракона в последней игре который теперь принял огромные масштабы и опустошил большую часть мира ясное дело вы должны остановить чешуйчатую скотину и с этим в сущности уже был бы подведен полный сюжет потому что на самом деле многого больше не происходит хотя все еще есть три второстепенных персонажа которых мы уже знаем из предыдущих игр большинство диалогов на самом деле вращаются только по кругу и ни в коем случае не становятся по-настоящему интересными печально известный юмор деревянного молотова на конечно вернуться на борт за который на этот раз должен бороться новый представитель решение которое вызвало негодование у некоторых поклонников shadow warrior но как бы там ни было его выступление в любом случае идет в полном порядке так что дело не в том что многие приколы идут довольно пусто игривый shadow warrior 3 с самого начала ясно показывает вам каким он хочет быть линейный энергичный без излишеств шутер который хочет чтобы вы были на плаву от одного боя к другому насколько это возможно для этого репертуар движения вана был аккуратно расширен с двойным прыжком и рывком он идет по ветрам через платформы и овраги кроме того теперь ван может бегать по зеленым растениям или подниматься по зарослям это обеспечивает темп а также обеспечивает красивый вертикальный дизайн уровня однако часть прыжка и бега тоже играет довольно просто почти как на автопилоте это особенно верно для крючка который вы получаете в начале игры и с помощью которого вы можете надежно раскачиваться на зеленых кольцах это хорошо с руки и делает то что должно но из-за этого аспект паркура становится настолько нетребовательным что со временем он немного изнашивается дизайн уровней приведет вас к цели то есть к сожалению нет ничего что можно исследовать или хорошо скрытые секреты единственные предметы коллекционирования которые вы можете найти на ходу это эти пули которые вы можете использовать для повышения своего оружия и навыков эти штуки правда обычно легко найти но в конце концов это лучше чем ничего но большую часть игрового времени конечно занимают бои большинство из которых происходит на закрытых аренах и здесь к счастью shadow warrior 3 показывает себя с лучшей стороны разработчики явно черпали вдохновение в думы тенал и устраивают безумно быстрые динамичные баллы в которых вы всегда должны двигаться и реагировать молниеносно это прекрасно получается благодаря чистому управлению скрип имеет аккуратный звук осытная обратная связь с попаданием обеспечивает удовлетворительные эффекты частиц и брызг на всех аренах есть не только взрывающиеся бочки опорные точки и возможности запуска стен но и переключатели которые время от времени позволяют активировать ловушки окружающей среды хотя это и не трогательно но по крайней мере немного нарушает стандартную формулу потому что как только вы привыкнете к темпу и противникам большинство боев проходят по одной и той же схеме вы в основном просто бегаете по арене по кругу собираете подбирай очки жизни и боеприпасы и на ходу стреляй во все чего нет на деревьях у троих у оппонента мнение обязательно разойдутся человеческих врагов как и в предыдущих в принципе больше нет вместо этого вы имеете дело с веселыми разноцветными демонами одержимыми конструкциями и прочей фэнтезийной скотиной например эти штуки в стиле аккордеона которые весело хихикают по аренам и обстреливают нас взрывающимся конфетти или эти бешено быстрые воины самураи которые отбивают наши снаряды своими клинками и которых лучше всего вывести из строя ударной волной ци прежде чем дать им остальное оружие они кстати наши любимые противники и тот кто сейчас думает что все разноцветные противники на самом деле вполне подойдут серьезному сэму вовсе не так уж ошибается в доказательство нужно просто взглянуть на этих парней которые очень подозрительно напоминают безголового камикадзе но независимо от того подходит ли вам дизайн сейчас или нет все противники фантастически анимированы и аккуратно оказывают давление на ло вана в принципе отлично хотя это могло бы быть немного больше разнообразия мы скучаем по промежуточным боссам из shadow warrior 2 например вообще во всей игре есть только две большие битвы с боссами там мы ожидали бы значительно большего даже при оружии разработчики энергично гребут назад там где во втором воине теней были еще десятки воинов в третьей части всего шесть огнестрельных орудий плюс конечно ваши знакомые катана скрипы имеют свою пользу от начала до конца и чувствуют себя прекрасно однако мы хотели бы большего разнообразия или по крайней мере нескольких способов развития штуковин в разных направлениях но к сожалению из этого ничего не выйдет потому что механика обновления от предшественников объединила flying wild hawk на все случаи жизни вы можете улучшить только несколько пассивных свойств и для этого модернизировать каждое оружие в три этапа многие обновления показывают лишь небольшое влияние и поэтому на самом деле не стоит говорить об этом здесь поэтому разработчики отдают немалый потенциал но для этого по крайней мере есть возможность расправиться с противниками в аккуратных жестоких финишных ходах что снова сильно напоминает нам о дум при этом вы не только убиваете противников но и получаете полезные бафы или даже бонусное оружие например вы можете вырвать у противника небольшой дрон который затем самостоятельно начнет охоту на ваших врагов или вы отрубите руку такой горе мяса а затем используете ее как булаву который вы затем энергично размахиваете в ближнем бою или как в этом примере где вы вырываете из тела толстого скота два мощных скрипа которые вы можете использовать только ненадолго но этого уже достаточно чтобы аккуратно прибраться среди противника и это также вносит крайне необходимое разнообразие к действия так что явный плюс даже если финишные ходы к сожалению постоянно повторяются на каждого противника есть только одна анимация убийства что вы можете набрать очки обновления на ходу мы уже упоминали еще больше очков ты сможешь заработать в бою для этого у вас есть этот список проблем которые вы можете просто обработать на стороне например если вы нанесете определенное количество ударов головой или разнесете катанные сразу нескольких врагов какой-то момент у вас будет точка обновления прочная система которая абсолютно выполняет свою цель прежде чем мы дойдем до конца еще несколько слов о технике это произвело хорошее впечатление в нашей пробной версии для пк производительность например оставалась приятно стабильной даже со многими противниками и эффектами как и должно быть для игры в которой темп превосходит все как вы видите не отрывает игру от деревьев если вы посмотрите на потрясающие анимации противника вы не получите ничего что осталось бы в памяти большого даже если время от времени у него наверняка есть свои моменты сравнивая игру со своим предшественником даже делает несколько шагов назад например в более слабом представлении воды или системе разрушения которая была заменена в shadow warrior 3 но пока вы действительно ничего не заметили вы вероятно уже играли в игру shadow warrior 3 не совсем обширен с примерно шестью часами игрового времени кооперативного режима как в предыдущей игре на этот раз нет и в остальном ценность повторного воспроизведения ограничена после титров на самом деле нет ничего что могло бы заманить нас обратно в этом тоже нет ничего плохого многие игроки вероятно даже будут рады если они снова получат четкий короткий шутер который не заберет их в течение нескольких недель однако цена в 45 евро за предложенное выглядит немного завышенной но если вам снова захочется короткого перевернутого красочного и аккуратного глупого шутера предназначенного в первую очередь для веселых боев то shadow warrior 3 может быть именно вашей вещи в таком случае вы можете с удовольствием подсчитать в нашем рейтинге одну очко но мы также рассматриваем все остальное например линейные уровни жалкую историю или отсутствие разнообразия тогда к сожалению игра оставляет нас немного разочарованными хотя его предшественник возможно не понравился каждому поклоннику с его подходом к шутеру с добычей и множеством нововведений в итоге нам было веселее чем с shadow warrior 3 но как это часто бывает здесь конечно решает личный вкус поэтому просто сообщите нам нравится ли вам новый более простой подход shadow warrior 3 или игра идет в неправильном направлении для вас если вы сейчас на нем пожалуйста оставьте нам лайк и подписку на канал и если вы ищете еще больше рекомендаций и тестов для шутеров просто посмотрите смотрите www в гам с д мимо